46 детей из 15 городов присутствия госкорпорации Росатом. Три конкурсных дня, пять номинаций. Все это фестиваль изобразительного творчества Art Atom City в Заречном. В наш город приехали юные художники, скульпторы, дизайнеры со всей страны. Неформальное общение, неформальное общение детей и руководителей. Это обмен опытом, это разные совершенно технологии в творчестве. То есть это много-много нового, что узнали, я думаю, все участники. Идея проведения фестиваля Art Atom City родилась в Заречном. Организаторы сделали все, чтобы здесь царила атмосфера творчества, чтобы детям было легко и интересно придумывать и созидать новое. Ведь вдохновение – штука тонкая и капризная. Бывает, что раз и может за минуту, за две ты можешь воплотить свои идеи на листе. А бывает, что ты днями сидишь и мучаешь себя, эти мысли по кругу крутишь в голове. Екатерина Швецова и Регина Жарикова – ученицы школы номер 222. Они выступали на фестивале в номинации «Стрит-арт». Девушки постарались раскрыть в своей работе тему «Город в цвету. Фестиваль садов и цветов». Мы изобразили лежащего мальчика на скамейке, обнимавши деревья. Снизу лавки мы изобразили тень. Этот мальчик как бы олицетворяет осень. Это время года. Он лежит, засыпает. И именно осень ее природа тоже как бы засыпает. Екатерина и Регина стали лучшими в стрит-арте. Всего призы и подарки за первое место в различных номинациях получили 10 детей. Участники фестиваля «Арт Атом Сити» не только смогли испытать себя, но и подарили Заречному немало произведений – от картин до скульптур. Наш город гостеприимно воспринял, а вы плодотворно поработали на благо нашего города, потому что то, что вы сделали на наших лавочках – это шедеврально просто. Юные художники разъедутся по своим городам, а их творчество будет радовать жителей Заречного. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Продолжение следует...